Если у вас есть желание скрыть синячок под глазками, пойдите в магазин, возьмите два консилера, один в тон коже лица, а второй светлее и нанесите на два глаза. Хорошо, что есть муж, хорошо, что есть двое детей, но с такими бролями замуж не выходит. В гостях у меня Татьяна и у нее очень необычная просьба, макияж для рок-вечеринки. И мне вот интересно, что навеяло этот эксперимент, почему именно такой макияж захотелось попробовать. Ну, потому что я люблю слушать рок-музыку, я уже давно в декрете и мне сейчас хотелось бы как-то самовыразиться как-то через образ, именно через образ. Потому что для меня рок-это свобода, это какая-то сила, это драйв, ну как-то так. Хорошо, и вот, например, если бы я не знала, никогда не видела макияж для рок-вечеринки, и вот вам было бы необходимо своему гримеру объяснить, то для вас это какие глаза, какой тон, какие губы, вот какая фантазия вот в этом направлении? Ну, макияж должен быть, наверное, в каких-то приглушенных тонах. Перечисляем. Яркие глаза, ну, яркие глаза имеются в виду выраженные. Ну да, то есть мы имеем в виду не яркие, а темные, скорее всего. Потому что яркими называются цвета, в которых много света. То есть яркие, это малиновый, салатовый, лимонный. То есть, наверное, не яркие, а выразительные, темные глаза. Да, выразительные глаза. Ну, я знаю, что в рок-макияже часто используют темные-темные губы, но мне это не очень нравится. Поэтому я бы, наверное, не хотела. Так только как бы глаза очистят получше. Что должно быть с тоном, что должно быть с румянами, что должно быть с бревнями, ваша фантазия? Мне кажется, естественный цвет, максимально естественный цвет лица. Не так, как делает Мэрилин Мэнсон. Ну, немножко поспокойная. Да, с белым лицом и с черными губами это чересчур. Хорошо, а если спрашивать про кожу лица, да? Про, возможно, у вас есть ко мне вопросы какие-то, как к визажисту. Что бы вы хотели подчеркнуть, что скрыть? Я бы хотела скрыть свои синяки. Чуть ниже подбородочек. Потому что их сильно видно. Я хотела спросить у вас, как это делать в домашних условиях. Получше, потому что я использую иногда консилер. Но он часто скатывается, забивается в эти морщины и очень заметен. Хорошо, я поняла. Девчонки, для того, чтобы консилер максимально долго продержался у нас на лице, для этого необходимо, просто физически необходимо утром и вечером использовать крем для век. Потому что наша кожа, если она голодная, она очень хорошо все кушает. Поэтому, если вы хотите открывать те глазки, я уже не буду близко к глазкам подходить. Если вы хотите, чтобы держался хорошо консилер, то крем для век должен стать вашим самым постоянным и лучшим другом. И еще момент. У всех синяки имеют разный оттенок. И в зависимости от того, какой оттенок имеет синячок, мы имеем к нему разные отношения. То есть, синячки бывают иногда оливковые, иногда сиреневые, иногда бывают коричневые, иногда бывают синеватые. Мы подходим к зеркалу при дневном освещении и смотрим внимательно, какого цвета наш синячок. Например, у Тани синячок с легким таким сиреневым оттенком. И, собственно, получается, что вы не можете использовать для одежды такие же цвета, на которые похож синячок. То есть, в данном случае нам лиловая и фиолетовая гамма вся запрещена. И девчонки, если имеют коричневатый синячок, они не могут использовать коричневую гамму возле лица, оливковую, оливковую и так далее. Я пользуюсь кремом для век постоянно и утром, и вечером, но все равно консилер скатывается. Может, он заплотный для меня, или может, я плохо подобрала, и может, надо другой бренд какой-то рассмотреть. Какая консистенция подходит лучше всего? Открываем ласки. На самом деле, мы, когда с визажистами встречаемся, очень часто обсуждаем, не нашел ли кто-нибудь чудо-средство, которое может под глазами держаться очень долгий период времени. Но эта кожа очень тонкая, вот она крайне тонкая. И поэтому, соответственно, у нее очень большая такая теплопроводность. То есть, она мало держит температуру нашу изнутри из тела. Поэтому тут ситуация в том, что такого, который нанесешь, и целую жизнь с ним проходишь, и, к сожалению, такого корректора нет. Единственный вопрос, который очень часто нарушают девчонки во время макияжа, советуют использовать светлый корректор под глазами. Смотри, я сейчас нанесла корректор не светлый, я нанесла корректор в тон лица. И он достаточно хорошо закрывает синячок. А очень многие используют консилер именно светлее кожи лица. Вот девочки твои, когда рисуют, да, твои близняшки, когда рисуют. Если мы в любой цвет добавим светлый, то цвет становится ярче. Знаешь об этом, да? Так вот, девчонки, если у вас есть желание скрыть синячок под глазками, пойдите в магазин, возьмите два консилера. Один в тон кожи лица, а второй светлее. И нанесите на два глаза. И к вашему удивлению, вы заметите, что лучше скрывает синячок именно корректор, который в тон лица, а не светлее кожи лица. Потому что в данном случае светлый корректор сделает просто эту область ярче. То есть я, конечно, не вмешиваюсь, когда девчонки говорят, там консилер должен быть светлее. Мы в Египте на пляже лежали, одна девочка у папы просила консилер. Папа говорит, что это? А говорит, светлое такое под глаза наносить. Нет, не светлое. Вот в этом как бы есть маленький нюанс. Он должен быть в тон лице. Раз. Второе. В течение дня, если он немножечко подсобирается, то можно просто сделать вот такое движение пальчиком. Ничего страшного не произойдет. Чуть-чуть ниже подбородочек. Мне вас не видно. Ага, все. Ничего не произойдет. Просто пальчиком так раз-раз-раз разгладить, и будет все очень хорошо. У нас Таня сама красит себе бровки. Красит их краской. Хной. Хной, да. И вот они вышли такие достаточно интенсивные. И знаете, говорят, если революции не избежать, ее нужно возглавить. К сожалению, я их сейчас спрятать ничем не смогу. Поэтому, если у меня есть что-то такое активное, мне нужно его либо сильнее выделить и сделать вид, что так и надо было, либо спрятать. Спрятать мне сложнее, поэтому, скорее всего, я его больше выделю. Такое у нас блестящее, увлажненное получилось лицо. Благодаря тому, что мы правильно подготовили кожу и хорошо ее затонировали. Что ж, переходим к бровям. То есть, вы мне советуете не делать такие яркие брови? Ну, Таня, смотри, какая ситуация. У нас по структуре самого лица, у нас все черты лица достаточно острые. Согласна? Ну, и носик, и губы, и у нас косточка тут, косточка тут. То есть, личико такое, оно называется геометричное. То есть, оно достаточно такое сильное и волевое. Как ни крути, девочки, которые имеют такие остренькие черты лица, всегда выглядят такими динамичными и достаточно агрессивными. И тут еще мы берем и сдвигаем брови к переносице. То есть, даже не в варианте темные, а вот этот вот кусок, он реально показывает то, что там где сядешь, там иконечное, не подходи, убью. Ну, то есть, вот этот вот кусок, вот этот кусок брови, он показывает агрессию. Хорошо, что есть муж, хорошо, что есть двое детей. Но с такими бровями замуж не выходят. То есть, это брови такие, ну, ну, такой, да, достаточно агрессивные девочки. Поэтому... Ну, на самом деле я очень мягкая и пушистая. А тут вопрос про конкурентность. Понимаешь, у нас во дворе живет собачка, она называется Холли. Ну, как бы, кто не знает, с английского медочек, да. Ну, то есть, а собачка такая вот очень... Я даже не знаю, как эта порода называется, но она большая такая, сильная, на мощных ножках. И вот, когда она выбегает, детки ее боятся. А хозяйка всегда говорит, что не переживайте, она у нас такая вот вся нежная, все такая... Ну, мы на баллонку реагируем, как на баллонку. А на овчарку мы реагируем, как на овчарку. Поэтому я вся нежная, пушистая. И при этом я транслирую в мир своими чертами лица и своими бровями. Я транслирую абсолютно иную эмоцию. Поэтому это называется неконгруентно. И чем это чревато? Тем, что вот будут бояться воспринимать как строгую и сильную. И на самом деле я все-таки больше за то, чтобы транслировать себя такой, как ты есть, или такой, как ты хочешь быть. То есть вполне возможно, если девочка очень ранимая, и она надвигает на себя, вот собирает себе такой вот образ достаточно агрессивный, это ее защищает. Вот понятно, да? Ну, то есть люди-то не знают, что внутри я ранимая, да, как кактус внутри мякоть очень мягенькая, он покрыт иголочками. Поэтому если мы транслируем такой образ, мы вызываем себе такую реакцию. Мбровочки очень сдвинутые так переносятся, но я их сделала одинаковыми, ну что же я могу сделать? Я их выровняла. Очень интересно. Ну да, макияж это психология. Понимаешь, я же всю большую часть своей жизни проработала в театре гримера. И там нам всегда как делают. То есть нам говорят, закрываем глазки. Вот эта вот женщина, она нежная, она чувствительная, она плаксивая. Делайте грим. Вот мне нужна такая вот героиня. И мы начинаем делать красные глазки, да? То есть иногда нам кажется в фильме, ну почему ее так накрасили, ну почему же у нее такие красные глаза? Потому что режиссер сказал, что она такая. Да, или наоборот, там говорят, нам нужно сильная, агрессивная. И гример должен сделать так, чтобы это читалось. Ну, чтобы мы нормально воспринимали героиню. И соответственно, мы делаем выразительными те черты лица, которые отвечают за ту или иную черту характера. Это могут быть или там острые губы, или пухлые губы, или четкие губы, или размытые губы, или там яркий румянец, если девочка стыдливая, впечатлительная. Или отсутствие румянца, если она холодная, дистанцированная. То есть это все объединение макияжа и грима. И в принципе, гример от визажистов тем и отличается, что визажист показывает красивый макияж, а гример показывает соответствующий образ и характер. Очень интересно, никогда об этом не задумывалась. Поэтому какие-то девчонки приходят, например, на курсе сама макияжа. Я всегда, если удается, открываем глазки. Если честно, не слабо за потерь. Если мне удается с ней установить хороший контакт, я узнаю, какая цель. Ведь на самом деле редко приходят девочки учиться, открываем глазки, редко приходят девочки учиться макияжу. Они в основном приходят решить какую-то задачу. Да, это правда. Или подняться по карьерной лестнице, или выйти замуж. Поэтому мы узнаем, какие у нее задачи. В зависимости от этих задач и целей мы делаем правильный образ. Вот как бы тут на спике психологии с визажем вместе. Да. Сейчас я нанесла базу потерь, и мы будем строить наш красивый макияж, класс. Дожду, не дождусь. Мы приступаем к макияжу глаз. Я начинаю его со слизистой. Я сейчас, да, это достаточно щекотная такая штука. Я сейчас прокрашу быстренько слизистую. Сейчас камера. Чтобы глазки не были круглыми, нам нужно их визуально сузить. Мы выключаем эту линию слизистую, мы сужаем. Мы рисуем темную полосочку, и будем дальше строить. Прямо сейчас в зеркало, да, в камеру. Я в зеркало привыкла к тому, что напротив зеркала работает. Да, знаю, что-то дискомфортно, знаю, знаю, знаю. Ну, это недолго. Никак не долго. Вы черным карандашом рисовали? Нет, 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 нет. Карандашик вот такого цвета, серо-коричневый. Я люблю такие цвета. И вот только что мы разговаривали о том, какой цвет бровей я очень люблю. Мне очень нравится, в моем внутрешнем эстете нравится, когда цвет бровей очень похож на базовые цвета человека. На цвет волос, на цвет бровей природных, на цвет ресничек. То есть, если смешать цвет кожи, цвет волос, цвет бровей, у нас получается базовый цвет. И, собственно, таким мы делаем обычно перманент. И девочка забывает, что такое рисовать себе хной постоянно. Что это так сложно с утра тратить время. Что я сейчас сделаю? Я сейчас строю форму глаза с помощью жидкого карандаша. И мы сейчас ее выстроим. Потом закроем глазки, будем растушевывать. И закроем красивыми блестящими тенями. Глазки чувствительные. Очень моргает Танечка у нас. Ну, я как визажист, который накрасил кучу не ученым, уже, в принципе, привык к любым аргулям. И могу работать с любой динамикой глазика. Можешь пока что-нибудь спросить. Хотела спросить о использовании фиолетовых цветов. Так как вы мне сказали, что синячок у меня с фиолетовым подтоном. А фиолетовый цвет мне очень нравится, к сожалению. И я прикупила себе карандаш фиолетовый и тушь фиолетовую. Можно ли мне использовать эту косметику? Ну, тут такая, как бы, ситуация. Я очень хорошо вас понимаю, потому что сама являюсь обладательницей глаз цвета хаки. И если мы посмотрим на цветовой круг, то этот цвет находится прямо противоположный виноградному цвету. И, собственно, мы знаем, что такие цвета противоположные, они взаимоусиливают друг друга. Но тут срабатывает еще одно правило. Противоположные цвета не только взаимоусиливают друг друга. Есть еще ситуации, закрываем глазки, что недостатки, они усиливаются похожими цветами. Вы относитесь к теплому цветотипу. Поэтому теплому цветотипу свойственно очень быстро краснеть. Краснеть слизистой на глазках, когда глазки устают. Открываем глаза. Собственно, поэтому, что такое фиолетовый? Это смешение красного и синего цветов. И если у нас девочка, сейчас на меня смотрим. Если у нас девочка склонна к покраснению, можно мимо. Просто за меня. Да, не в сторону. Вот прямо, прямо, прямо. Если девочка у нас склонна к покраснению, то сочетание красного и синего, которое дает фиолетовый, будет вытягивать покраснение из глаз. Поэтому, что можно делать с этой тушью? Девочки, можно покупать капельки, которые забирают красноту из глаз. И использовать вместе с каплями. Есть такие капли профессиональные. Закрываем. Есть иридина, итальянские капельки. Очень хорошие. Есть много других торговых марок, которые выпускают капли от покраснения. Можно использовать. Но это опасно. Я обычно спокойно использую такие цвета в тот день, когда я очень хорошо выспалась. Очень хорошо отдохнула. Нет никаких покраснений. Можно тогда использовать такие цвета на глазах. Ну и как недолго. Ну и плюс. Эти цвета, Тань, они же работают только при дневном освещении. То есть они, ну, для вечернего макияжа, такие цвета абсолютно не подходят. Потому что они не читаются в вечернем макияже. Ну, то есть вечерний макияж – это обычно темные цвета. Яркие цвета не читаются. Евеня, вы сказали, что у меня теплый цветотип. А я бы хотела уточнить. Есть вот разные, говорят, зима, весна, лето, осень. Я никак не могу определить, какой у меня. Подскажите, какой у меня цветотип? Закрывайте глазки, пока буду красить и одновременно подсказывать. Я сейчас взяла акватени. Они разводятся водичкой. Они достаточно такие ярко-блестящие. Как раз для нашего запроса про макияж для рок-вечеринки. Вот такие вот книжечки. Очень-очень-очень блестящие. Они наносятся влажным способом. Поэтому Танечка пока сидит с закрытыми глазками. А я отвечаю по поводу цветотипов. Цветотипы, собственно, как и любые подразделения, любые градации, например, там, сангвиник, флегматик, сова, жаворонок и так далее, они были приняты людьми для того, чтобы было легче кому-то что-то объяснить. То есть мы не рождаемся ни весной, ни весенним цветотипом, ни летним, ни осенним, ни зимним. Просто люди, стилисты посмотрели, какие цвета в природе преобладают в данный сезон. И в зависимости от этого сформулировали, назвали четыре цветотипа. Весна, лето, осень и зима. Два из них принято считать теплыми. Это весна и осень. У них преобладают теплые оттенки и теплые пигменты. У весны преобладает желтый. У осени преобладает красный. И два из них договорились считать холодными. Это зима и лето. У зимы преобладает синий, у лета преобладает голубой оттенок. И в зависимости от того, какого цвета у каждого человека больше, его относят к тому или иному цветотипу. Все мы состоим из трех цветов. Все цвета в природе состоят из трех цветов. Знаете об этом, да? Да. Ни с каких? Ну, я знаю, ржаби. Да, желтый, синий, красный. Вот. И в зависимости от того, какой цвет, можно открыть, посмотреть. Ага. Такой у нас блестящий, красивый получается цвет. Закрываем. В зависимости от этого определяют цветотип. Цветотип для того, чтобы определить правильно, необходимы определенные условия. Первое условие для определения цветотипа – это наличие дневного света. Ну, собственно, сейчас у нас вторая половина дня, у нас уже по шестого вечера, и за окном темно. Поэтому цветотип полностью, вот как определить, чтобы сказать, весна, лето, осень или зима, достаточно сложно. Но у нас цветотип очень хорошо проявляется через слизистые. То есть мы уже говорили, глазки склонны к покраснению – это теплый цветотип. Теперь смотрите, середина губы, она коралловая. Это теплый цветотип. Закрываем. То есть самое главное – знать теплый, холодный, контрастный, не контрастный. Что такое контрастный, вы, наверное, понимаете, да, Тань? Ну, как-то не очень. Контрастный цветотип любой. Это когда черно-белую фотографию сделали, и сильно отличается цвет глаз, цвет волос от цвета кожи. То есть вот, например, черные волосы, черные глазки и светлая кожа. Это контрастные девочки. То есть вы понимаете, что по контрастности у вас контрастность ниже среднего. Ну, и это очень классно. Например, принцесса Диана, у нее тоже контрастность ниже среднего. То есть закрываем глазки. Все девочки, которые вот поэтому вам так и зашла вот эта фотосессия в даровом стиле. Потому что все-таки, ну, если посмотреть на королевских особ, на принцесс, на всех, то в основном все слабо контрастные. Ну, вы же видели, да? То есть на мой взгляд, ну, по моему субъективному ощущению, чем женщина меньше контрастная, тем она дороже выглядит. Ну, это у меня субъективное ощущение. То есть я бы сейчас для вас сказала, чтобы вы обратили внимание, если вы будете смотреть в интернете, то чтобы вы посмотрели на теплые, не контрастные. То есть, собственно говоря, вам будут идти цвета весны и, может быть, где-то можете подворовывать от лета. Поэтому вам и кажется иногда, что вы летняя, но вы не летняя. У вас очень слизистая, теплая. У летних девочек голубоватые, такие губы. И летние девочки склонны к синякам под глазами. У вас не синяки, у вас там тоненькая кожа, у вас поэтому светится она, то не синяки. Синяки такие вот девчоночки, которые именно синий поднимают. У меня это глаза, это как бы не ваша история. Такой красивый у нас блестящий цвет. А мы сейчас еще чуть-чуть сюда-сюда, вверх. Не, не вверх прямо, просто прямо за мной, да? Мы сейчас его еще сюда нанесем. Сделаем черную стрелочку, приклеим реснички и покажем вам, что у нас получилось. Как вам вообще получается что-то темненькое красивое? Да, мне очень нравится. Я хотела себе выбрать тональный крем по интернету. И мне посоветовали обратить внимание на подтон кожи. Они есть разные. И я хотела уточнить у вас, какой у меня и как вы относитесь к выбору тонального по интернету. Ну смотри, подтон кожи тоже действительно лучше смотреть при дневном освещении. И честно признаюсь, я не глянула. Но кожа очень европейская. И вот если посмотреть, ну по типажу правда больше похоже на полик, на скандинавок по оттенку. Вот если вы выберете что-то из польской торговой марки, или например у скандиков, 90% что практически любой светлый вам подойдет. То есть такой светлый первый или второй оттенок он подойдет. Потому что все-таки вы туда больше похожи. Сложно будет выбирать у итальянцев, они вообще не понимают таких девочек. Достаточно сложно будет выбирать у французов. А польский первый, второй оттенок максимум любой подойдет. Тут еще нужно оценивать, закроем глазки. Тут еще нужно оценивать все-таки, что нет вообще склонности к отекам. Поэтому можно выбрать например очень светлый тональный крем. Потому что шейка светлее лица, Тань, у вас шейка светлее, чем лицо. Поэтому можно выбрать любой светлый тональный крем. Нанести, растушевать, он адаптируется. Открываем глазки. Это потому можно, потому что вы не склонны к отекам. Понимаете, есть девчонки например, которые очень склонны отекать. И им нельзя выбирать светлые тональные кремы. Поэтому лучше ошибиться, если выбирать по интернету, лучше ошибиться в пользу светлее. То есть если вы задумываетесь какой, чуть светлее или чуть темнее. То лучше выбирать чуть-чуть светлее. И тогда, если лицо чуть светлее, чем шея, это не будет выглядеть ошибкой. Можно будет дотянуть с помощью румян, например. Или с помощью бронзатора можно будет немножко дотянуть по оттенку. А более темный тональный крем по отношению к шее, он всегда выглядит как ошибка. Поэтому в этом случае, если сомневаетесь, выбирайте светлее. Когда мне присылают фотографии со всякими, с пожеланием, открывай глазки. Когда мне присылают фотографии с пожеланием выбрать тональный крем, то если я его открою на трёх разных телефонах, как ни странно, у меня будет три разные оттенка кожи. Поэтому когда ко мне обращаются выбрать тональный крем по фотографии, то обычно это достаточно сложно осуществимо, потому что монитор, калибровка монитора всегда очень разная. Я вас поняла. Спасибо. Ну, светлый, европейский производитель. И спокойно, потому что тональный крем, если чуть-чуть растушевать, то более светлое тенокси, это будет выигрышнее смотреться, чем более тёмный. А как вы относитесь к корейским средствам? Ой, очень хороший вопрос, честно. Я просто, я думаю, вы меня как нутрициолог поймёте. Вопрос в том, что витамин D усиливает синтез чего? Мелатонин. Да, и коллагена в том числе. То есть, когда мы не добираем витамина D, то синтез коллагена у нас уменьшается. Корейские кремы в основном имеют SPF 50. У нас и так пасмурная погода, у нас и так идёт недобор меланины. И если девочка ещё без надобности использует тональный крем с SPF 50, то она на этот день себе просто полностью ограничивает синтез коллагена. Поэтому я без надобности SPF 50 не рекомендую использовать никому, потому что нам и так солнышка не хватает. Да, это правда. И поэтому я против. И если вы обращали внимание, то BBCC кремы выравнивают лицо на определённое количество времени. То есть, у нас обычно BBCC крем в течение 2-3 часов перестаёт давать такой красивый эффект, как он давал претонирование. Поэтому я всё-таки больше люблю BBCC кремы. Я их использую на пляже, на море. И причём даю себе отчёт о том, что каждые 2 часа нужно взять полотенечко, подойти к источнику пресной воды, смыть, потому что SPF 50 работает 2-3 часа, и затонироваться заново. В принципе, я имею очень хороший BBCC крем. Ой, моя Маргуля. Имею BBCC кремы очень хорошие. Я их использую на море, а в повседневной жизни не люблю. И очень люблю профессиональные тональные кремы. Ну, с такими морганиями мы слона не продадим. Что она мне сделала? Она мне уже напечатала 2 капельки клея на веки. Сейчас я буду с этим вопросом разбираться. Там у меня стали чувствительные глаза после беременности. На коленке? Раньше так не было. Сейчас мне даже косметику сложно подбирать. Особенно карандаши, тушь. Ого, я поняла. Мы наклеим реснички и покажем, что у нас там. Ну что, мы закончили клеить наши реснички, которые так достаточно интенсивно дополнили наш макияж. Он получился выразительный, блестящий. И, как на мой взгляд, очень подходит для рок-вечеринки. Особенно для девочек взрослых. Он, на мой взгляд, достаточно интеллектуальный, несмотря на то, что он... Очень красиво. Да, для рок-вечеринки. Мы заканчиваем румянами. Сейчас мы немножечко нанесем румяна. Все-таки я люблю вариант дёди-гё. Я люблю вариант, когда она взрослая, но при этом еще такая вот игривая. То есть я чуть-чуть все-таки нанесу, с вашего позволения, немножко розоватых румян. Мужчинам нравится такой вариант. То есть она здоровая, но при этом сексуальная. Если чуть-чуть мы румяна сделали чуть более яркий, чем нам хотелось, никаких проблем нет. Кисточкой для тонального крема это можно растушевать, потому что я взяла такой достаточно интенсивный розовый цвет. Очень яркий, очень люблю этот цвет. И я немножечко его растушую кисточкой для тона. В принципе, наш макияж постепенно подходит к концу. И мы будем делать губы, но нам сказала Таня, что губы темные она не хочет. Поэтому мы сейчас должны закончить это чем-то таким нейтральным плюс-минус. Сейчас будем выбирать помаду. Вот мы закончили клеить реснички. И, в принципе, макияж глаз уже практически завершили. Мы нанесли ярко-ярко-розовый румяна. И хоть Таня и не хотела, я все-таки достаточно интенсивную попробую использовать помаду на губы. Потому что нам романтик абсолютно не нужен. Нет, открываем, открываем глазки. И я такую взяла выразительную, но не очень темную помаду. Сейчас смотрим, как у нас будет происходить это все. История с губами. Сейчас я закончу и покажу. Выразительные губы, но при этом они не очень темные. Но они есть. И, наверное, все-таки усилю я щечки не в плане румянца, а в плане скульптора. Потому что у нас очень красивая скула. И нам нужно немножечко прибавить статистической агрессии. Потому что глазки, как укрути, зеленые. Они всегда выглядят достаточно нежно. То есть это не черные, не карие глазки. Такие зеленоватые. Чуть-чуть ниже подбородочек. Смотрим в камеру. Да, я чуть-чуть. Не, не, мне нужна щекам. Дай мне щеку. Хорошо, хорошо. Они просто не совсем не отворачиваются. Вот. Видишь, немножечко у нас такой появился сейчас. Выразительный. О, вот, вот она. Вот, а я думаю, что мне такого хотелось. Мне хотелось чуть-чуть агрессии. И заберем блеск на лобике. И, в принципе, девчонки, достаточно быстро мы сделали этот макияж. Вопрос того, что мы мамы. У меня трое деток. Таня, двое. Мы такой задумали серьезный макияж. Но нам всем надо в садике. Поэтому вы уже прощайте у нас. Мы завершаем достаточно быстро. Таня, вообще как эмоции? Как ощущения? Очень довольна. Очень много узнала для себя. Очень нравится. Мне тоже, кстати, ты органично в этом образе. Вполне органично. Хочу тоже так научиться. Обязательно попробуем это сделать. Ну, что там говорят. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И мы готовим для вас еще много других перевоплощений. Да. Да. Ваш макияж для рок-вечеринки. Тань, как ощущения? Супер. Очень довольна. Очень понравилось. Гармонично в этом образе. Спасибо. Мне удобно. Да. И вниз посмотрите. Покажу девчонкам, какие у нас вниз кляй на коленке. Покажу, какие у нас красивые вышли блестящие тени. Которые будут при искусственном освещении очень здорово смотреться. И теперь в камеру раз. Угу. Спасибо. Спасибо.